Восвитая служба информации телерадо и компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Вектор развития мясцового самокерованья. Сегодня у Гомеля отбылся выездный семинар для старшиня у Совета у депутатов. Будовничая ноу-хау. У регионе узвядуть перший жилый дом с электроотепленнем. Мир – головная каштовность. У областным отделений Фонду Миру подвяли выники работы у минулым годе. А зараз об этом иншим больше подробязна. Новые подыходы до гарантованья информационной безопасности Беларуси обмерковывались сёння на нараде у керавника державы. У Палацы незалежности собрались представники разных сфер. Администрация президента, керавники СМИ, эксперты. У сучасном свете информационная безопасность любой державы выходит на первый план. Тому ее эффективное обеспечение – питание номер один. И, как отзначил керавник державы, сегодня особливо важно уметь сопростоять с тем информационным атакам, которые организовываются на Беларусь, и отстойвать свои принципы. С вами хотел бы сегодня осуществить ряд вопросов, которые касаются информационной безопасности нашего государства. Здесь у нас приличный кусок работы. Не сказал бы я, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный, кстати, о том, что разговаривали с Андреем Путиным. И мы затронули этот вопрос, мы в плане предстоящей встречи определили, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений, где мы можем поработать вместе. Информационная безопасность – это одно из направлений, серьезных направлений безопасности того или иного государства. Я должен сказать, что она сегодня, вы это как никто знаете, выдвинулась от проблемы на передний план функционирования любого государства. Ну, скажем, прям, не дай бог, конечно, любая холодная или горячая, тем более, война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более таком масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета Безопасности Беларуси. Это уже в плане вопрос номер один, который мы рассмотрим. А сегодня мы рассмотрим эту проблему информационной безопасности, как и раньше говорили, пропаганды, контрпропаганды. Пропагандировать нам особо тут не надо, а вести борьбу за свои принципы, пропагандировать нашу страну, поднимать ее имидж – это надо. И противостоять, особенно в средствах массовой информации, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь, а они порой с разных сторон предпринимаются, мы должны у них. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность, контексты средств массовой информации, особенно интернета и так далее. Это основа вопроса. У таких умовах важно консолидовать специалистов с науковой и аналитичной сферой, как обслужившись особо выявлять информационные потоки и оценивать риски. Сегодня принято решение обстворения новой структуры у сферы информационной безопасности. Главой государства принято решение о создании в республике научной организации, научного учреждения, которая бы занималась вопросами политического анализа и исследовала бы информационные потоки и внешние, и внутренние, и готовила бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом. Работа с насильством, празорганизацию комитета у территориального громадского самокерувания. Сегодня в Гомеле старшине Совета у депутатов базового озероуния обмерковывали новые подходы по створению больше комфортных умов для проживания жихару региона. Каким образом, планируется реализовать эту задачу, ведут наши корреспонденты. Добропорядкованные территории, малые архитектурные формы и детские огольные плясовки. Уже несколько лет в Гомеле действуют комитеты территориального громадского самокерувания. При наявности в их составе инициативных людей отримывается шмат, и дворы в парадок проводятся, и автомобильные стоянки створаются. С 2015 года сироткомитетов проводится огольного городского споборничества, в результате которого можно отримать премию. Правда, пакуль таких органов громадского самокерувания в областном центре не шмат. Уся год 31. Первое место, премия 100 базовых величий за 2-е 50, за 3-е 25. Ну а самая цель этих ктоцев – это привлечь людей к тому, чтобы они считали своим жильем не только квартиру, но и дворовую территорию, и микрорайон, в котором они живут. Органы территориального громадского самокерувания працуют разом с районными администрациями и коммунальными предприемствами. Такое замодеяние не дозволяя реализовать частку планов с притягнением спонсоров. У наявности подобных формирований у местовой улады зацикавлено по некольких причинах. По-перше, на доброе упорядкование дворовых территорий не накеровываются бюджетные сродки. По-другое, тут практически николи не региструются факты вандализму и антисоциальных поводинов. За это назирают сами же хары. Мы с вами уже адекватные люди отдаем отчет, что вот эти все на дворовых территориях благоустройства, детское игровое оборудование, оно привлекает не только детей, оно привлекает и асоциальные элементы, где им удобно расположиться в беседке, распить спиртные напитки, слабоалкогольные, крепкоалкогольные, покурить, ну и обязательно что-нибудь жечь или поломать. У Гомельским городским совете кажут, что не все органы территориального громадского самокирования працуют однольково эффективно. У якости одного из лепших прикладов проспект Цудов. Гот тому мать с маленькими детьми собрались у дворы и констатовали гулять детям не мать. Одинная песочница взломалась, а об ничем іншим тогда и даже и размова не шла. Идею унести властные сродки на доброе упорядкование территории спочатку не все восприняли становчиво, зато эти первые их есть добрая подстава для гонору властный детячий городок. Правда, выкрустовывается эта территория не только для гульных неполнолетних. Уже несколько месяцев местовые жахары разом означают тут святы. Нам в соседних домах звонят, спрашивают, как мы что организовали, как это получилось, потому что они хотят построить тоже аналогично. У нас очень весело. Вообще вот эти все сборы так сдружили наш двор, что мы рады даже, что все так получилось. У нас вот просто любой праздник, даже вот нам скучно, мы говорим, давайте выйдем, организуем что-нибудь интересное для детей. Мы выходим и просто все вместе проводим время весело. Олег Сенчаров, Евгения Кухаронок, Валера Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Новый микрорайон у Чонках, индивидуальное жилье и первый в области дом с электроотеплением. Планами на ближайшие годы поделились во Управлении капитального будовництва Гомельского района. Под обязанностями этих и инших новаций Володая Татьяна Болгова. Управление капитального будовництва Гомельского района выконало план за минулый год на 105% от доведенного задания. Узведено больше, как 36 тысяч квадратных метров. При этом жилье будовали не только в Гомельском районе, але и областным центры. Улику новобудовлев – шматповерховый дом по улице Ильичан. В перспективе новый жилый микрорайон з'явится у Чонках. Планируем строить на берегу реки Сош в Чонках новый микрорайон. Будет красивейший микрорайон, где-то около 5 тысяч населения. Там будет около 20 мноэтажных жилых домов. Вот такой микрорайон, как у нас шведская горка в городе Гомель. Еще одна новина – дом с электричным отеплением. Узводить его начнут уже в этом году. Мы начинаем это новое строительство. Дом с электричным отоплением, с электричной котельной. Это первый дом в области, 60-квартирный большевик. Мы его должны начать в марте месяце и везти в текущем году. Дом такой, ноу-хау. Здесь электрокотельная, она находится в подвале. Полностью отопление, горячая вода, при отоплении горячей воды. Это электричные плиты. То есть все, дом полуэлектричный газ. Газовое отопление и тепловая сеть здесь не подключены. Тут такой экспериментальный дом, согласно постановлению правительства. Успись насельных пунктов, где в ближайший час будет побудовано новое жилье, поселки Юбилейный, Большовик, Новые Терешковичи, Красное и Урыцкое. Тут узвядуть индивидуальное жилье, а так само – шмат поверховки. Утым лику, сгодно с указом номер 240. Татьяна Болгова, Яугин Макеенко, Телерадо и компания «Гомель». Подарочные сертификаты, интернет-гандль и термин вертання неякосных товаров. Об изменениях, унесенных в закон об правах с пожилцов, сегодня рассказал начальник Головного управления гандлю и послуг Гомельского облавы канкама Александр Качан. Перш за все, новоувядень не тычатся практики подарочных сертификатов. Паправками вызначены термин их деньня, сумма и додатковые умовы, связанные с активацией. У вынику изменения цены на товар альбо послугу, першопочатково указанное у сертификате на момент передачи с пожилцу, розница им не доплачивается. Так само, як и продавец, немая права выдавать остаток грошовыми сродками, и он повинен пропоновать добрать сумму іншей продукцией. Что до интернет-гандлю, то в документе выразно прописано, что все субъекты повинны быть зарегистрованы в доменной зоне БИВАИ. В отворотном выпадку сделка ожитивляется помеж физичными особами и у вынику спрэджек может быть урегулирована только у суде. Временно возврату не подлежат, за исключением двух случаев, что отрегулировано новое постановление. Это если товар ненадлежащего качества, то есть то, что уже необходимо вернуть, или нарушен порядок гарантийного ремонта в рамках предоставленного законодательства. То есть это 14 дней и новые изменения, это до 30 дней возможность продавца осуществить гарантийный ремонт в согласии покупателя. Сегодня у кинотеатра имя Каленина урочисто открыли новую глядельную залу. Она оснащена самым сучасным австрийским кинопроекционным обстреливанием и различена на 150 глядачоу. Личбовый кинопроектор идеально подыходит для прогляда 3D-контенту, а новая акустичная система для створения иллюзий полного погружения. Аматорам доброй картинки обещают насыщенность колеру, выразность и яркость малюнка. Для премьерного показа обрали новую российскую киностушку «Семь вечер» у 2D-формате. Дякуючи специальному дозволу, отриманному от права уладальников, гомельские глядачы отримали макшимость познайомиться с новой работой ящет до официйного релизу. В рамках мероприемства отбылась творчая встреча с авторской группой створальников фильма. Подробязность и глядите в наших завтрашних выпусках. Сегодня в Гомеле стартовал областный конкурс навуково-техничной творчасти «Техноинтеллект». Интеллектуальные споборничества проходят на базе университета имя Франциска Скарыны. Все лета их проводят в 20-й раз. Перемогу оспречивают Калястана в ученцево взросле от 14 до 18 годов за сей в області. У конкурсе два туры – теоретичны и практичны. Перший, предугледжувая решение задач, на другим треба представить уласные проекты. «Техноинтеллект» для многих удельников став стартовой пляцовкой у навуку. После учебы в университете многие разработки остаются в виде курсовых, в виде дипломных работ и внедряются в домах научно-технического творчества, в центрах, а при особом успехе и где-то на производстве. Особенно интересны для наших школьников в последнее время разработки в области робототехники, программируемых устройств. Это самая востребованная область. Важно то, что мы находим ребят, которым интересно заниматься наукой и творчеством одновременно. Это важно, потому что сегодня интеллекту в нашей стране придается особое значение. И вот мы на первом этапе находим таких ребят, которые умеют, знают и любят заниматься техническим творчеством. Выники конкурса «Технинтеллект» будут подведены завтра. Наместник старшини постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь по аддукации, навуции, культуры и социальным развития Андрей Беляков сегодня провел прием грамадян у Гомельской городской организации БРСМ. В этот день он встретился с наученцами Державного педагогичного колледжия Мявы Гоцкаха. В рамках диалога обмерковывались перспективы развития державной молодежной политики. Прикладно два месяца тому стартовал национальный проект «Стратегия молодь Беларуси-2030», который должен вызначить приоритетные направления державной молодежной политики наперед до 2030 года. Подчас обмеркования этого документа сами молодые люди должны вызначить, в каких сферах им необходимая поддержка и гарантия. Сустреча у Гомеля – одна из шмотликих дискуссийных пляцовок, на яких пойдет размова об поддержке одоранных детей, семейных каштовностях, духовности, працевладкований и занятостей. Обмеркование стратегии продолжится до мая 2019 года, в тем лику в виртуальном формате. Потом информацию разместят в социальных сетках и на сайте Республиканского института высшейшей школы, что позволит всем зацикавленным бокам выказать свои пропоновы. Как ожидается, сам документ изъявится до конца наступных года. Мы за здоровый образ жизни, мы за крепкую семью, мы за развитие страны, мы за хорошую профессию. То есть мы за. И вот в этом тренде мы выстраиваем или обсуждаем те направления молодежной политики. То есть какие возможности сегодня для молодежи в стране, чем можно воспользоваться и какие направления, чтобы это совершенствовать. За утро Андрей Беляков с 10 до 12 годин проведе прием грамадян у Гомельским областным палаце творчести, дятей и молоде. У областным отделения Белорусского фонда «Миру» сегодня обмерковали выники работы в минулом году и планы на 2019-е. А кроме членов областного правления и районных организаций, в пленуме приняли в дел представники улады, громадских объединений и установ адукации. В опыт Гомельской организации высоко ценится в Украине. Такие знаковые проекты, как «Дорогое слово мати», «Школа миру» и «Мы славим человека мирной працы» зараз проводятся и в других регионах. При этом Гомельское отделение успехово поширает международное супрацовництво, празмолодежную дипломатую. Что хоть белорусские навученцы и студенты наведывают лагеры дружбы и мира в соседних краинах, а так само принимают гостей в нашей области. Среди основных на прамках вселетней работы – мероприемства, присвеченные 75-ти годию вызволения Беларуси от фашистских захопников. Если бы не было этой даты, не было бы жизни. Поэтому мы уже принимаем участие в мероприятиях, которые проводятся в районах, присвященные этой дате. И мы запланировали проведение тоже в июне месяце очень большого международного марша, который будет называться «Дорогами победы, мира и дружбы». Мы посетим четыре района. Покажем, что было, что есть сегодня и что мы должны делать. Ну и посетим, конечно, места такие трагические. Это марш будет памяти и скорби. По выниках 2018 года активисты Фонду Миру узнагароджены грамотами и подяками республиканского правления и областного отделения. Гоноровыми грамотами и медалями заслуженный миротворец так само отначили тех, кто активно удельничает в доброчинных акциях Фонду Миру. Это и а так само иншие новины вы можете знать на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvarkomil.byway. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Вымогательство, совершенное повторно под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения. По выдвинутым обвинениям сегодня судом Центрального района Гомеля оглашен приговор по делу бывшего Морозовца. Участник преступной группировки в августе 2018 взялся за старое. По просьбе уроженца Пинска обвиняемый согласился выбить долг – 5 тысяч долларов с гомельского предпринимателя. Объявившись в доме должника, угрожал физической расправой мужчине и его семье. Требовал заплатить 15 тысяч долларов. На повторную встречу с должником обвиняемый для пущей убедительности своих намерений пришел с пистолетом. Предъявил и экземпляр приговора Верховного суда Беларуси 2006 года по обвинению его и остальных морозовцев. В соответствии с частью 2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима. Тем временем Следственный комитет завершил расследование смертельного ДТП в Жлобине, в котором погиб мужчина и пострадал 5-летний ребенок. Напомним, смертельная авария произошла 1 сентября прошлого года. По данным следствия, 25-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на спуске путепровода на полной скорости врезался в другой автомобиль. Водитель встречной машины скончался на месте. Его 5-летний внук получил тяжелые травмы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что содержание тилового спирта в крови пьяного лихача составило более 2,3 промилле. А это ДТП под Мозырем запечатлел видеорегистратор машины скорой помощи. Женщина-водитель за рулем «Лады», двигаясь от поселка Криничный в направлении дороги Бобруйск-Мозырь-Новая Рудня, выехала навстречу и врезалась в скорую. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель автомобиля «Лады», а также три пассажира, медицинские работники автомобиля скорой медицинской помощи, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены учреждения здравоохранения. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Накануне в Слогорском районе на трассе «Октябрьский парик Черечица» водитель «Шкоды» не учел погодные условия и врезался в припаркованный на полосе движения «Опель». Рядом с машиной находился водитель, который пострадал. 72-летний мужчина, который находился рядом со своим транспортным средством, получил телесные повреждения, с которыми было госпитализировано травматологическое отделение учреждения здравоохранения. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано 4 пожара, на которых один человек получил травму. Накануне вечером спасатели выехали по сообщению о возгорании в частном доме по улице Полевой в Гомеле. На момент прибытия подразделений МЧС хозяйка дома с сыном находилась на улице. Выяснилось, что при самостоятельном тушении пожара сын хозяйки домовладения получил ожоги правой кисти руки. Пожар был им потушен еще до прибытия подразделений МЧС. В результате пожара уничтожены постельные принадлежности в комнате жилого дома. Причина пожара устанавливается. Фейковое минирование Гомельской 55-й школы обернулось эвакуацией более 100 человек. Накануне в милицию поступила информация, что неизвестный оставил на сайте школы сообщение о минировании. В угрозе обещали, что механизм приведут в действие, если ученики получат отрицательные оценки по результатам контрольной работы. В результате проверки с помощью служебной собаки взрывных устройств не обнаружено. Сейчас устанавливается личность оставившего сообщение. И это все новости за сегодня. Слите за происшествиями региона вместе с Де Факто. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по гонболу среди женских команд состоялись очередные поединки. Лидеры одержали победы. Подопечные Тома Жачаттера в преддверии баталии Кубка вызова против хорватской Коки были сильнее РЦОР БНТУ-2 36-24. Самая результативная в составе Гомеля Виктория Шамановская. Девять точных бросков. Столичный БНТУ БелАЗ в гостях крупно обыграл Викторию Берестия 49-27. Березина и Городничанка разошлись миром 30-30. Бобруйская команда набрала первое очко в нынешнем чемпионате. 2 февраля футбольный клуб «Гомель» в Бобруйске сыграет с Белшиной. Поединок пройдет на стадионе имени Прокопенко. Кстати, в рядах зелено-белых пополнение. Клуб подписал контракт с 17-летним форвардом. В минувшем сезоне Данила Крухтанов выступал за дубль. На его счету 6 матчей и 1 гол. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года. Нападающий уже успел дебютировать в главной команде. Данила Крухтанов выходил на поле в спарринге с гомельским локомотивом. В Могилеве завершился главный внутренний легкоатлетический старт зимнего сезона. Чемпионат страны в закрытых помещениях. Сборная Гомельской области в общем зачете немного не дотянула до бронзы. У наших атлетов четвертое место. Победили представители Брестского региона. В активе гомельских спортсменов на чемпионате Беларуси 15 наград. Одна из них золотая. Чемпионкой Беларуси в беге на 400 метров стала Юлия Костючкова. В финальном забеге на дистанции вдвое короче она финишировала второй. Радует выступление восходящих звезд белорусской легкой атлетики Кристины Концевенко и Полины Злотниковой. Обе поднялись на пьедестал почета. Кристина Концевенко с личным рекордом выиграла серебро в прыжках в шестом. Полина Злотникова показала второй результат в секторе для прыжков в длину. Гомельчане в числе призеров открытого чемпионата Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Соревнования прошли в Минске. Две медали завоеваны в командных дисциплинах. Арина Шуляк-Нестеренко, Анастасия Колбасова, Алина Малаева и Виктория Соловьева заняли третье место. У мужчин также бронза. На третью ступень пьедестала почета поднялись Никита Дубровский, Евгений Смольский, Даниил Кравченко и Филипп Курленко. В личных состязаниях Никита Дубровский выполнил критерии отбора на первенство Европы. Все спортсмены – воспитанники областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. В Гомеле проходит открытый областной турнир по тяжелой атлетике в памяти Эдуарда Гуриновича. Более сотни юношей и девушек 2002 года рождения и моложе борются за победу. В этом году на турнир приехали также команды из Могилева, Новополоцка и украинского Славутича. По итогам первого дня соревнований гомельчанки Альбина Круг, Анна Науменко и Софья Ольшевская завоевали два серебра и бронзу. Из юношей хороший результат показали Дмитрий Багук и Александр Майоров. Они заняли первое и второе места соответственно. Всего представители Гомельской области уже завоевали 25 медалей. Соревнования завершатся 1 февраля. В Гомеле уже в 22-й раз проводится такой турнир. То, что в 22-й раз это свидетельствует о хороших тяжелой атлетических традициях и Гомеля, и Гомельской области. Это говорит о стабильности подготовки хороших спортсменов в нашей области. Вы видите, с каким интересом дети. По большому счету здесь юноши, девушки 2002 и младше годов рождения. Но вместе с тем они показывают очень высокие результаты. И с каждым годом результаты становятся все выше и выше. Поэтому у этого турнира есть будущее и я уверен, что все получится. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.